Этот четырехполосный участок трассы Волгоград-Москва был сдан в 2017 году. Широкие полосы, барьерное ограждение, современное освещение. Спустя два года эксплуатации, 11-километровая дорога в районе Самофаловки по-прежнему в идеальном состоянии. Особого внимания заслуживает само покрытие дороги. Редкая технология кладки из прочного цемента бетона. Только 3% дорог в России имеют подобное покрытие. И несмотря на свою редкость, технология себя уже положительно зарекомендовала. Именно поэтому для реконструкции второй очереди московской трассы было решено продолжить хорошую традицию. Мы все знаем о том, что Москва-Волгоград это в основном цементно-бетонное покрытие. И уже после 40 лет себя исчерпали. То есть мы продолжаем в первую очередь и традиции возможности использования не только материала из асфальтобетона, а здесь у нас пожалуйста и цемент Волгоградской области, который используется в дорогу. То есть максимально используем также материалы местного производства. Материал устойчив к высоким температурам, на нем не появятся колеи и волны. Капитальный ремонт после укладки покрытия дороге понадобится только через четверть века, обещают специалисты. Это идеальный вариант для трассы с высокой транспортной и лесовой нагрузкой, связывающей региональные центры с международным транспортным коридором Север-Юг. Для обновления этой магистрали в начале участка установлен завод для изготовления дорожных материалов. А сами специалисты уже приступили к снятию растительного слоя грунта и формированию четырехполосной колеи. Но впереди у строителей еще много работы. Будут производиться работы по устройству земполотна, устройству основания из чебеночно-песчаной смеси СИ-4, тощего бетона в виде верхнего слоя основания и марочный бетон толщиной 24 сантиметра. Работа проводится в круглосуточном режиме. Что касаемо устройства верхнего слоя из марочного бетона, его устройство будет только в ночное время. Так как по температурным показателям, для того, чтобы его уложить при необходимых показателях, чтобы он остался, лучше это делать при отсутствии прямых солнечных лучей. После укладки цементобетонного полотна на всем участке 19-километровой дороги сделают барьерное ограждение, установят линии электроосвещения, шесть современных остановок, а также надземный пешеходный переход возле хутора Кузнецов. Подрядчик обещает сдать объект в сентябре 2021 года.